здравствуйте друзья для одного из будущих столярных проектов мне очень понадобился лобзик и не простой лобзик а легкий рамочный и обязательно с возможностью поворота пилки да такие лобзики очень хороши и удобные но цена на них находится в пределах от 10 до 20 тысяч и сейчас я просто морально не готов такой покупки поэтому я решил сделать такой лобзик самостоятельно тем более что и условия для этого у меня теперь есть сегодня я покажу вам токарные работы без применения токарного станка естественно будет работа на чипу и может быть вы еще посмотрите что-нибудь для себя интересное лобзик у меня получился очень легкий и прочный пилку в нем можно повернуть на 360 градусов и пилить не только прямо или в бок но и на себя с механизмами удержания и натяжки пришлось немножко поколдовать подходящие винты я подобрал коробки с крепежом это винты с накаткой поэтому их можно затянуть руками если нужно подтянуть посильнее то можно воспользоваться отверткой или металлическим штырьком квадратные прижимные пластинки я вытащил из клемм старой розетки для передней колодки я подобрал подходящий по размеру бронзовый брусок в нем нужно просверлить отверстие в котором будет размещаться механизм натяжения и он должен будет вращаться заготовка для передней колодки есть и теперь нужно изготовить натяжительный винт я подобрал некоторый крепеж который мне здесь подойдет вот такая гайка с буртиком как раз отлично входит в это отверстие здесь напрессована шайба ее я снимать не буду шайба мне пригодится благодаря трубчатой конструкции гайка ухватит шпильку внутри колодки и к моменту натяжки пилки шпилька подойдет примерно к передней части и не будет торчать гайка шестигранная здесь хотелось бы сделать что-то с накаткой у меня есть подходящая бронзовая гаечка сейчас я займусь токарными работами но для этого мне не нужен будет токарный станок все я сделаю гораздо проще для этого мне понадобятся две бормашины одна бормашина профиль b04 или b05 с трехкулачковым патроном и вторая бормашина это микродвигатель марафон м3 чемпион бормашина профиль будет шпинделем марафон м3 чемпион будет резцом сначала бормашину нужно будет закрепить на столешнице для этого я использую держатель для дрели это стойкодержатель протул к сожалению таких продажи сейчас найти невозможно и для установки бормашины мне понадобится самодельное проставочное кольцо венец я располагаю сверху для того чтобы можно было удобнее крутить ключом к этому держателю есть и штатные крепления но я воспользуюсь простейшим способом прижму струбциной штатные струбцины годятся только для крепления на тонкой столешнице а у меня верстак имеет большую толщину шестигранник мне нужно будет сточить до цилиндра и запрессовать вот в эту латунную гайку на гайке естественно я оставляю небольшую юбку она нужна для упора запрессовка молотком это не самый лучший вариант потому что обязательно что-нибудь станет на перекос поэтому лучше всего конечно же воспользоваться тисками а теперь осталось обточить гайку вместе с верхней бронзовой частью наверняка кто нибудь сейчас возразит зачем такие сложности можно взять дрель установить нее гайку и просто обточить напильником или наждачной бумагой нет друзья к сожалению не получится идеального результата можно добиться только таким способом и сложность этого метода полностью оправдана мне абсолютно не нужен токарный станок натяжительная гайка готова но я предпочитаю более глянцевую поверхность на очереди изготовление натяжителя теперь сделаю ответную часть это стойка с внутренней резьбой м4 сюда вкрутится шпилька на фиксатор резьбы сначала протачу шейку для передней части все подготовлено и теперь нужно сделать заднюю часть здесь у меня используется такая же стойка и здесь я вкручу винт с буртиком только буртик то есть шейку протачу до диаметра 5 с половиной миллиметров этот винт потом будет установлен на фиксатор резьбы и будет держаться на мертво передняя колодка с креплением готова и осталось сделать заднюю часть а вот теперь когда механизм натяжения удержания пилки готов можно примерить пилку и определить размеры лобзика в принципе размер пилки и так известен 130 миллиметров но лучше примерить по месту это пилка в свободном состоянии но нам ее предстоит натягивать поэтому нужно будет отпустить винт я думаю что натяжки 6 миллиметров будет более чем достаточно здесь конечно можно было сделать и механизм быстрого натяжения но я не стал его делать по одной простой причине это стандартная пилка для лобзика но очень часто я использую ювелирные это самая крупная из них и она уже как волосинка конструкция лобзика будет очень упругой для толстых пилок натяжения эксцентриком будет нормальным а вот тонкие пилки будут рваться и того по внутренним кромкам мы получаем 140 миллиметров от этого размера уже можно будет отталкиваться но нужно сделать еще одну мелочь в передней колодке нужно будет профрезеровать паз который вставится основное тело лобзика и конечно сделать это более рационально на чпу пилить болгарками и выравнивать напильниками нерационально потому что плоскости получится немножко заваленными и плотного прилегания не будет крепить колодку по центру не очень удобно лучше это сделать сбоку здесь есть хотя бы какие-то опорные плоскости но чтобы приподнять деталь я подложу небольшую подкладку и также если деталь будет расположена сбоку то при зажатии губка перекосится и будет зажата только внутренняя часть в результате при фрезеровании деталь неизбежно опрокинется поэтому с другой стороны я укладываю тот же самый бронзовый брусок и теперь все это хорошенько затягивать начало координат будет центре детали модель для передней колодки создаются буквально за несколько минут если начало координат находится в центре детали то совершенно неважно какую толщину и ширину будет иметь деталь гораздо важнее чтобы длина паза была больше чем длина детали размер паза можно задать по вспомогательным осям или сделать прямоугольник нужной ширины и отцентровать его относительно детали какой из способов проще для вас выбирайте сами бронза у меня очень плотная и поэтому я задал погружение фрезы зигзагом это немного затянет фрезерование но зато меньше риск поломать фрезу тиски закреплены на столе через промежуточную фанерку и сейчас осталось установить фрезу это обычная дешевая фреза энкор однозубая твердосплавная диаметр 4 миллиметра кустовик фрезы имеет диаметр 8 миллиметров нужно установить соответствующую цену однозубые фрезы имеют несимметричную форму и их очень сложно позиционировать относительно центра детали самый простой способ запустить шпиндель и делать небольшое колечко после остается только замерить расстояние от полученного кольца до краев детали и скорректировать положение фрезы 7,4 минус меньшее значение 5,8 разница составляет 1,6 миллиметров поэтому по оси y нужно сдвинуть шпиндель на себя на 0,8 миллиметра просто делаем 8 нажатий по 0,1 миллиметра теперь позицию x y можно запомнить на больших деталях можно пользоваться датчиком но здесь датчик просто не разместить поэтому придется воспользоваться бумажкой фреза прижала бумажку и эту позицию я запомню как z 0 выбираю файл с флешки устанавливаем скорости коэффициент скорости и установлен на 0,8 это слишком много и лучше начинать на малых оборотах делаем 0,2 где-то немножко прозевал в программе шпиндель поднимался и опускался но ничего страшного деталь маленькая и времени ушло не намного больше и получился прекраснейший паз финишная примерка передняя часть лобзика будет просто прямоугольная и ушки закрепятся на ней при помощи двух заклепок а вот задняя часть будет фигурная и за шейку будут цепляться два выступа на задней части скобы скоба лобзика будет изготовлена из магниевого сплава это типографская клише и это у нас водка водка это враг но настоящий мужик врага не боится он его уничтожает правда уничтожать мы будем его механическим путем заготовку я буду крепить на столе при помощи саморезов и для этого просверлю 4 отверстия диаметром 9 миллиметров в эти отверстия как раз поместятся шляпки саморезов но чтобы мне не просверлить эту пластину насквозь я подложил снизу стальную пластину клише имеет рельефную поверхность которую нужно обязательно выровнять при дальнейшей обработке я буду учитывать толщину детали ее нужно строго задать для выравнивания плоскости используется функция выемка и ее глубину я задаю так чтобы полностью убрать рельеф и получить нужную толщину деталей для дальнейшей обработки выравнивать поверхность я буду за три прохода в программе я выбираю цилиндрическую фрезу диаметром 12 миллиметров но работать буду более крупной фрезой 19 миллиметров это позволит избежать недофрезерованных участков на углах и снова я воспользуюсь неподходящей фрезой это обычная прямая пазовая фреза по дереву за нулевую координату заготовки будет принять левый ближний угол координаты 100 0 x плюс 100 y 0 сохраняем и определим 0 по z для этого я использую датчу и теперь вернемся к началу координат при создании модели желательно сделать предварительный чертеж на бумаге и на нем указать основные размеры и еще лучше если чертеж сделан сразу в какой-нибудь чертежной программе по нему можно сразу ориентироваться на пропорции изделия но моем случае есть только несколько ключевых размеров остальные размеры я уже буду выставлять интуитивно просто буду ориентироваться на форму которая мне понравится при работе по известным размерам очень удобно указывать координаты следующей точки при построении ломаной мне же отталкиваясь от ключевых размеров пришлось строить кучу вспомогательных осей сначала естественно я сделал контур скоба получается примерно симметричной и соответственно заполнение будет тоже симметричным достаточно нарисовать только половину траекторий но делать это нужно обязательно в отдельном слое иначе сложно будет выбирать векторы для создания управляющей программы после отражения внутренних вырезов мне еще пришлось немного скорректировать наружный периметр и фактически файл был готов и для пущей важности я добавил надпись при фрезеровании по контуру очень важно оставлять мостики они не позволят развалиться заготовки и будут удерживать вырезаемые части если не сделать мостиков то внутренняя часть свободно отделиться ее обязательно подхватит вращающейся фрезой чаще всего отделившиеся кусочки заклинивает между внутренней стороной паза и фрезой и фреза ломается все три операции я записывал в отдельные файлы хотя фактически фрезерование периметра и внутренних вырезов можно объединить в одну фреза здесь используется одна и та же и настройки тоже одинаковые но здесь нужно строго выполнить порядок операций сначала нужно сделать вырезы и только после этого уже можно резать периметр поэтому я все-таки сделал отдельные файлы файлы готовы и фрезерование я начну с гравировки то есть с надписи я и забыл совсем у меня оказывается есть нормальная фреза диаметром 4 миллиметра и соответствующая санга по ней после смены фрезы ее нижняя точка неизвестна поэтому нужно заново установить ноль по z кладем датчик и жмем одновременно он офф и меню ну и последний файл это вырезание контура так я и знал опять у нас игрек выходит за пределы что ж поделать придется перекрепить заготовку и так что же делать если изделие почти готово но на последней операции случился казус ось игрек выходит за пределы детали точнее за пределы координатного поля станок просто не сможет выфрезировать такую конту прежде всего не нужно отчаиваться это дело поправимое причем сложностей практически нет никаких во первых нам понадобится вспомнить школьный курс параллельное перемещение предметов мы берем любую речку или планочку в данном случае у меня обрезок алюминиевого профиля и прикладываем к стороне естественно той стороне вдоль которой мы будем смещать я снова прихвачу кустарными методами здесь нагрузки практически никакой не будет самое главное чтобы эта речка не сдвинулась следующее что нам понадобится это любая проставка она может быть деревянная но лучше если будет конечно металлическая у меня квадратный латунный пруток нам нужно измерить его сечение лучше если это будет целое число у меня как раз ровно 7 миллиметров открепляем деталь и сейчас ничего страшного не будет если мы ее просто снимем при закручивании саморезов появляется бугры их лучше срезать резерование я делал с мостиками и детали лучше вырезать чтобы они не вывалились и немножко нужно будет отцикливать вот принципе и вся подготовка при позиционировании я упирал деталь в бортик жертвенного стола теперь я укладываю сюда бронзовую проставку и уже в нее упираю деталь и второй край соответственно упираю в только что прилепленную рейку теперь на пульте жмем origin и возвращаем шпиндель начало координат мы сместили деталь по оси z ровно на 7 миллиметров и эти 7 миллиметров догоняем игреком игрек плюс 7 и это будет новое начало координат на всякий случай можно проверить не сбилась ли у нас координата по оси z подсовываем бумажку z равно 0 и бумажка прижалась z плюс 0 1 и бумажка вылазить а теперь запускаем файл все прекрасно а теперь посмотрим что получится практически все готово дело за малым нужно убрать заусенчики но это уже легко делается при помощи скальпеля и так заготовка есть ее нужно лишь немножко подшлифовать я думаю наждачкой с водой с этим прекрасно справиться ну вот после шлифовки совсем другое дело нужно чуть-чуть доработать но это не уголочки и можно будет собирать и вот сюда еще будут дополнительно устанавливаться две пластинки этот узел будет свободно вращаться и конечно же он не должен выпадать при изготовлении каких-нибудь нестандартных вещей очень часто приходится нырять в волшебные коробочки думаю такие коробочки баночки и ведерки с разношерстным крепежом есть у каждого и найти в них можно все что угодно лобзик почти готов остается сделать только ручку я очень люблю сочетание дерева и металла и дерево использую чаще всего разных сортов поэтому ручка будет слоеная для центральной части я выбрал древесину сапели ее нужно выстрогать в точности в толщину материала скобы две тонкие прослойки для контраста я решил сделать из клёна клён волнистый и строгается очень сложно здесь меня выручил купленный на фестивале столярного дела в питере рубанок ли нильсон накладки будут из ореха и эти ламели у меня уже заранее подготовлены я подготовил детали и склею их попарно чуть-чуть усовершенствовал механизм натяжения такой вариант намного проще в планках остается только сделать вырезы под шайбу и подвозь чтобы не ошибиться с позиционированием накладок я соединю их при помощи зубочисток и дальше остается обработать только контуры ручки здесь ход пошли и стамеска и решетский нож и бормашина и маленький рубанок круглые ручки мне малость поднадоели поэтому я оставил ручку граненую но чтобы грани не резали руку я немного скруглил углы при помощи наждачной бумаги ручка полностью подготовлена и остается только склеить его вокруг хвостовика лобзика в общем хода бедно ручку я сделал и остается покрытие маслом работа полностью завершена и можно немножко поразвлечься пожечь магниевой стружки хороший был поднос ну шо поделать искусство требует жертв лобзик получился очень легкий прочный и удобный я вряд ли что-нибудь буду в нем дорабатывать но разве что узлы крепления пилки на этом сегодняшнее видео подходит концу если оно вам понравилось поставьте лайк и не забудьте поделиться им с друзьями впереди вас ждет еще очень много интересного поэтому не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео по электронной почте на этом все и до новых встреч субтитры71 субтитры